Дилеры марки Skoda отмечают, что запасы лифтбэков Rapid практически исчерпаны. Однако дефицита не будет. После майских праздников автосалоны начнут получать уже рестайлинговые Rapid'ы. Правда, наличие машин и возможность покупки будут зависеть от карантинных ограничений, которые действуют в конкретном регионе. Дилеры уже принимают заказы, а комплектации и цены были объявлены еще два месяца назад. При этом российский офис Skoda не стал переписывать ценники, как уже поступили многие другие марки. Напомним, что базовый Rapid стоит 792 тысячи рублей, а за версию с автоматом придется отдать минимум 933 тысячи. При ввозе электромобилей в Россию больше не требуется платить таможенную пошлину. Одновременно такое же правило заработало и в других странах Евразийского экономического союза – Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года и применяется и для юридических, и для физических лиц. Ограничений по возрасту электромобиля нет. Правда, полного освобождения от платежей не произошло. При ввозе машины на электротяге по-прежнему потребуется оплатить утилизационный сбор, акциз и НДС. С июня по всей стране заработает госпрограмма поддержки спроса на автомобиле «Доступная аренда». Об этом агентству Prime сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Механизм и ставка аренды только прорабатываются. Один из вариантов – это создание в каждом регионе парка машин, принадлежащих крупному банку или лизинговой компании. В свою очередь клиент сможет брать подходящий автомобиль и пользоваться на нужный срок. По замыслу авторов программы, процентная ставка должна быть невысокой, чтобы аренда оказалась максимально доступной для клиентов. Российский офис Volvo призовет на сервис почти 10 тысяч автомобилей. Под отзыв попали седаны S60 и S90, универсалы V60 и V90 с приставками Cross Country, а также кроссоверы XC40, XC60 и XC90 2019-2020 года выпуска. Причина отзыва – автоматическая система экстренного торможения может срабатывать далеко не всегда. В итоге машинам обновят программное обеспечение, чтобы автотормоз стал более внимательным. Субтитры создавал DimaTorzok